Всем привет, друзья! Не первый год я уже пользуюсь вот таким вот бюджетным рыболовным бацаком. Всем он меня устраивает. Но есть небольшие недочеты, которые я сейчас исправлю. А именно, мне не нравится вот эта вот капроновая сетка. Очень часто при вываживании цепляются за нее курячки. Они так туда туго заходят, что потом их замучатся вытаскивать. Также при покупке он был посажен на какой-то дешевый клей. То есть вот эти вот стыки могли выскочить. Это я уже заранее исправил. Залил сюда хорошие эпоксидки. Теперь все держится надежно. Ну а так он, в общем-то, очень компактный и стоит копейки. Так что сейчас я его чуть-чуть модернизирую. Но мне еще послужит не один дом. Наружный диаметр здесь 50 сантиметров. Сходил в магазин, специально купил вот такую вот сетку. Как раз под диаметр 50 сантиметров. Сделана такая сетка из толстой лески. Цена у нее 150 рублей. Если заказывать на Алиэкспресс, то вообще рублей в 100 она выйдет. Так что стоит копейки. Сейчас сниму вот эту вот капронку и одену нормальную сетку. Вот эти вот кусочки изоленты прикручивал уже я. Изначально сетка была такая, но было неудобно. Она ездила и при сборке часто путалась. Поэтому пришлось фиксировать изоленты. Снимаю старую сетку. Кстати, для нее я уже придумал новое предназначение. О нем я расскажу в одном из следующих видео. Ну и теперь берем новую. Обратите внимание, что верхний ряд у нее связан двойной леской. Так что подсак будет крепко держаться. Вот таким вот образом одеваем в каждую ячейку новую сетку. Немного одели, продвинули и одеваем дальше. Потихоньку одеваем и вот так вот распределяем. Когда сетка одета, можно зафиксировать. И уже ее в таком положении равномерно все распределить, чтобы она везде была ровненькая. Ну и после того, как все распределили, берем 4 хомутика. И не надо зафиксировать в 4 местах. Вот на вот этих вот серединках между сгибами. Чтобы леска в дальнейшем у подсака не ездила. И так будет удобнее его потом собирать. Берем примерно на серединку. Вставляем хомутик. Затягиваем. Нищно откусываем. Так же поступаем с остальными. Ну вот и все, друзья. Подсак готов. Такая вот небольшая, но полезная модернизация у меня получилась. И теперь подсак еще послужит мне не один год. Я буду уверен, что уже крючки здесь цепляться не будут. Ну а теперь его можно спокойненько собрать и положить до рыбалки. На этом у меня все. Надеюсь, что кому-нибудь это видео было полезным. Всем пока и до новых встреч. До новых хороших видео.